Саляму алейкум, рахматуллах и баракату. Уважаемые братья, благодарим Всевышнего Аллаха за великую милость, то, что дал нам сегодня возможность проснуться, взять омовение, прийти в самые наилучшие из мест, в самые наилучшие из дней, в пятницу, в дом Всевышнего Аллаха за все милости, которые оказал нам, за ислам, за иман, за Коран, за семью, за все благодати, которые Всевышнего Аллаха дал нам. Благодарим Всевышнего Аллаха за это, просим Всевышнего Аллаха как Он нас вместе собрал братьями в своем доме, чтобы также братьями вместе собрал Фердеус Аль-Аля, вечный райский обитель Фердеус, иншаллах. За последнее время, общаясь с братьями, много были такие ситуации, похожие друг на друга, и все они связаны какими-то взаимонепониманиями, такое ощущение, как будто пандемия прошла, все вышли и начали между собой спорить, ругаться, обижаться друг на друга и в этом роде. Поэтому Аллаху А'лям подумал, посоветовался со старшими братьями, сделал истихару, и сегодняшнее такое напоминание на тему Аль-Аф Ват-Тасамух Фиддин. Это Аль-Аф Ват-Тасамух Фиддин, именно прощать друг друга ради Аллаха, Субхану Ва Та'ля. То есть, какое положение того, кто умеет прощать, кто прощает в религии. Потому что все мы хотим с вами получить довольствие, Аллаху, Субхану Ва Та'ля. Все мы хотим в итоге попасть в рай, все мы хотим заслужить рай. Хотим, чтобы Аллах, Субхану Ва Та'ля, простил нам с вами грехи. А это жизнь, это она быстро проходит. Эти годы, они быстро проходят, и все мы вернемся в вечность, в вечность. Поэтому, чтобы преуспеть и не быть из числа тех, кто потерпел убыток, именно мы должны, соответственно, жить не нашему только разуму, или нашим прихотям, нашим желаниям, нашим страстям. Потому что каждый по-разному советует, каждый по-разному думает, а именно мы должны возвращаться к тому, кто сотворил наши разумы, к тому, кто сотворил наши сердца, к тому, кому принадлежат наши души, наши тела. Аллаху, Субхану Ва Та'ля, говорит, если вы в чем-то разногласите, вернитесь к Аллаху, то есть к Корану, и к Посланнику, то есть к Сунне, пророку Мухаммаду, во-первых, из достопримечательностей нашей религии, из великого ахляка, из великой нравственности, из великого гылка, то, что и награду человек великую берет за то, что он прощает людей. То есть не каждый может простить, кому-то тяжело простить, но именно если он может, если Аллах, Субхану Ва Та'ля, дал ему такую возможность внутри сломать свое я, свои прихоти, свои страсти, и подчиниться Аллаху, Субхану Ва Та'ля, если он может простить, то это великая награда, это великий ризг. Ризг уделы, это не только братья еда, питье, деньги. Ризг – это тоже ахляк, который Аллах, Субхану Ва Та'ля, дает своему рабу. Когда человек умеет прощать, то он среди людей живет в почете, а не в унижении, как некоторые думают о нем. То есть, когда говорят, у некоторого человека мягкость, принимают за его слабость. Не так, как люди думают, а как Аллах, Субхану Ва Та'ля, говорит, он в почете, он в великом почете перед Всевышним Аллахом, Субхану Ва Та'ля. Далильный, это пророк Мухаммад, Субхану Ва Та'ля, сказал, Посредство прощения, то есть, если человек, раб Аллаха, прощает, Аллах, Субхану Ва Та'ля, не приумножает для него ничто иное, кроме как почет. Аллах не дает ему, не приумножает, не увеличит для него ничто иное, кроме как почет. Садака, которую человек дает, милостену, она не уменьшает его богатство, сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям. И тот, кто ведет себя скромно ради Аллаха, Рафа Аху Аллах, Аллах его возвышает. Аллах, Субхану Ва Та'ля, его возвышает. Аллаху Аззаву Ва Та'ля, я говорю в Кур'ан, Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'ля, в Кур'ане сказал, Здесь, в этом аяте, Аллах, Субхану Ва Та'ля, указывает нам на такую вещь, то есть, какой человек делает дело, такое получает награда. Как говорят же, что посеешь, что пожмешь. В этом аяте это проявляется. Всевышний Субхану Ва Та'ля говорит, если вы будете прощать, мириться, прощать, то поистине Аллах прощающий и милосердный. Как бы Аллах Субхану Ва Та'ля дает нам понять, если вы будете, можете прощать, идти на примирение, прощать, не обращать на это внимание, то есть, стараться просить, какой бы тяжелый не было от того человека в твою сторону притеснения, если ты сможешь простить, то знайте, поистине, прощающий и милосердный. Всевышний также сказал, пусть они прощают, пусть они мерятся. И потом Аллах задает вопрос, на который мы все знаем ответ. Неужто вы не любите, не хотите, чтобы Аллах вас простил? Каждый из нас хочет, чтобы Аллах его простил. Но Аллах Субхану Ва Та'ля говорит ключи, что дабы Аллах простил нас, прощайте, примиряйтесь, не держите долго в себе злобу. Бывает человек, Субхану Ва Та'ля, в школьных времен еще на кого-то озлоблен, бывает с детства, и до сих пор всю жизнь в сердце тащит эту обиду, и тяжело ему жить. Тяжело с этой... Отпусти, прости. И Аллах Субхану Ва Та'ля говорит, не хочешь, чтобы Аллах тебя простил? Если хотим, вот ключ к прощению Аллаху Субхану Ва Та'ля. Также, то есть отсюда мы должны что-то понимать, если мы хотим, чтобы Аллах нас простил, мы должны прощать людей. И сказал, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал, в судный день придет раб Аллаха. У него из благих дел очень мало. То есть, представляете, в судный день нет денег, нет динаров, нет дирхамов, есть благие дела и плохие дела. Мало благих дел. И Аллах Субхану Ва Та'ля ему задаст вопрос, и Аллах знает ответ. И ангелы ему зададут вопрос, что ты сделал, что ты приготовил на судный день, какие у тебя есть дела, чтобы тебя везти в рай. На что он ответит, ничего у меня нету. Поистине, я иногда прощал людям долги, и кому тяжело было вернуть, я им давал осрочку. Больше ничего у меня нету, и Аллах. Смотрите на величие Аллаха, и отсюда мы понимаем, что Аллах в наших делах не нуждается. Всевышний Субхану Ва Та'ля скажет, в судный день, когда нету заступников никому, когда нету посредников, только кому Аллах Субхану Ва Та'ля дозволит. Аллах Субхану Ва Та'ля, он и Аллах, и у него нету благих дел. Ничего у меня нету, Аллах. Только я иногда, когда мог, прощал их долги, и давал осрочку, кому тяжело было вернуть. Аллах Субхану Ва Та'ля скажет своим ангелам перед ним, поистине, у меня право больше на это, то есть простить, чем у него, чем у моего раба. Если мой раб мог прощать, у меня больше на это право, скажет ангелам. Я его простил и вел его в рай. Я его простил и вел его в рай, скажет Субхану Ва Та'ля. Поэтому Всевышний Субхану Ва Та'ля говорит в Коране, если вы прощаете, это ближе к богобоязненности. То есть если человек хочет достичь уровня богобоязненности, то пускай он прощает людей. То есть каждый может вспомнить и сказать, сколько нас люди притесняли, сколько, может быть, родственники, друзья, от которых ты не ожидал, компаньон, друг, товарищ, близкий. Сколько притеснял. И человек думает, я же не заслужил, добро сделал, а мне так ответили. В этот момент возможно вернуть ли свой хак? Да, возможно. Яжусь, можно. Даже можно делать, если человека притеснил другой человек, можно против него дуа делать, дозволенным в шариате. Но однако высшая категория, высшая степень, мартабату аль-а'ля ближе к богобоязненности. И человек берет за это великую награду прощать того человека, который притеснил его. Это ближе к богобоязненности. Можно ему ответить, можно ему с ним расправиться, с него спросить, забрать. Но однако простить это ближе. Это высший человек стоит перед Аллахом, субхану ва-те-аля. Давайте с вами посмотрим на хадис, от которого засмеялся посланник Аллаха, салаллаху али-салям. Да, хикаминху, наби, салаллаху али-саляму. Пророк, салаллаху али-саляму, засмеялся. Субхану Аллаху. Удивительный хадис, пусть он постоянно будет для нас напоминанием. Посланник Аллаха, салаллаху али-саляму, сказал, То есть в судный день придут два человека и будут между собой разбираться перед Аллахом. То есть в этой жизни они не успели разобраться, не смог один у другого забрать то, что он ему дал, или если он его притеснил, не смог получить то, что хотел, свой хак забрать, но придут в судный день. То есть это опять же на что нам указывает? Если человека кто-то обидел, притеснил и так далее, все равно Аллах спросит в судный день. Просто так, с пылинки, если человек плохого сделал, пускай он не думает, что его тот не увидел, не узнал, он его обманул, он его притеснил. В судный день Аллах спросит, а там другой спрос. В судный день придут эти два человека и один из них скажет И человек скажет, о Аллах, забери у него мой хак, то, что положено мне, я у него в дуне не забрал. И Аллах, субхану Та'ala, его благие дела будут забирать и отдавать этому человеку. Все заберет, все благие дела заберет, но однако полностью то, что он ему должен был, еще не забрал. Аллах, субхану Та'ala, говорит, в судный день мы выровняем весы справедливости. О, Аллах, я не забрал до конца. Забери мои грехи и перекинь на него, чтобы я с ним рассчитался полностью. Он со мной еще не рассчитался. То есть в этот момент человек представляет, все, он уничтожен, у него ни одного благого дела нет, и еще на него грехи перекидываешь. Все, уничтожен человек. Братья, в судный день это благие дела и плохие дела. И тогда Аллах, субхану Та'ala, скажет притесненному, то есть того, кого притеснили в дуне, кто забрал свои благие дела и отдал плохие, на него скинул. Смотрите на милость Аллаха. Как можно не любить после этого Всевышнего Аллаха, субхану Та'ala, всем сердцем? Как можно просыпать намазы? Как можно оставлять приказы Аллаха? Как можно не спешить к его удовольствию после этого, его милости? Как он любит своих рабов? Посмотри в рай, на рай. Откроется ему врата рая. Посмотри на рай. И этот человек увидит, посмотрит. В раю увидит дворцы, увидит реки, увидит сады. Ма ла айнун раэт, ва ла узнун сами'ат, ва ла хатар аалин калбе башар. Пророк, салаллах, алей салам, описывая рай, сказал то, что глаз не видел, то, что ухо не слышал. И человек не может такую красоту представить. Какое бы богатство в этой жизни не было, какой бы дворец не был, какой бы крутой там обделанный самолет, золото, бриллианта не был, сколько бы количества денег не было в этой жизни, человек может примерно представить. Видел это на картинке, видел по телевизору, в интернете. Однако это представить даже невозможно, эту красоту райского обитель. И когда он увидит эту всю красоту, всю эту милость райской обители, забудет уже про это, скажет, о, мой Господь, какому пророку это принадлежит, этот рай? Вы смотрите, в высшую степень взял. То есть понимая, что это не для обычного человека, какому пророку принадлежит этот рай? Какому правдивому это принадлежит? Какому шахиду принадлежит этот рай? То есть Великое блаженство вечное. Посмотрите, Аллах, Субхану Таилу, ему скажет. Принадлежит этот рай тому, у кого есть за это плата. Кто может заплатить за него? Сколько это стоит, мой Господь? У кого есть за это плата? То есть ни у кого же, кто может это купить, ничем это не купить? Такой рай. Не хватит столько, чтобы купить? И Аллах, Субхану Таилу, скажет ему, у тебя есть за это плата. Ты можешь купить его. Тогда с удивлением скажет. Как, откуда, за что я его куплю? Какая у меня плата за этот рай? Аллах, Субхану Таилу, скажет. Если ты простишь сейчас этого брата твоего, которому ты скинул, на которого грехи, забрал его благие дела, если ты его простишь, то ты заслужишь этот рай. Если ты его простишь, то зайдешь в рай. Тогда скажет. Забыл о всем. Аллах, я забыл о всех притеснении. Забыл о всем то, что он сделал для него плохо. Я его простил. То есть ничего не хочет только этот рай. Смотрите, опять же, милость Всевышнего Аллаха, Субхану Таилу. Возьми своего брата за руку и зайдите вместе в рай. Этого, у которого грехи переполнены, у которого нет ни одного благого дела, возьми его. Пожалел Аллах, Субхану Таилу. Возьми его за руку и вместе заходите в рай. То есть помиритесь сейчас с ним. В Дуния вы не смогли помириться. Сейчас помирись с ним. Возьми его за руку и вместе заходите в рай. «Прощай, призывай к одобряему и отдаляйся от джахилей». Джахиль – невежественные люди, держись, сторонись их. «Кто-то тебя притеснил, плохо тебе сказал, без разницы знаешь ты его или не знаешь, в сердце скажи, мой брат, я всех их простил, надеясь на твою милость, надеясь на твое прощение. Я их всех простил, о Аллах, ради тебя, надеясь на твою милость, на твое прощение». И легко сразу человеку станет и заслужит он великую награду. У нас с вами нету, я за себя говорю, у меня нету благих дел много, но может быть через это мы сможем заслужить райскую обитель. Аллах, Субхану Ва Та'Аля, говорит, «фа мэн афа ва аслаха фа аджруху аля Аллах». То, кто прощает, простил, ва аслах изменился в лучшую сторону, фа аджруху аля Аллах, то его награда у Аллаха. Аллах не сказал то, что ему столько наград будет, количество не указал. Имеется в виду что? Награда у Аллаха, а более щедрее Аллаха никого нету. Более щедрее Аллаха, Субхану Ва Та'Аля, никого нету. Вы знаете эту историю. Субхану Ва Та'Аля, был привязан у мечети пророка Мухаммада, салаллаху алейхи ва салям, будучи неверующим, когда его мусульмане поймали, привязали к мечети и давали ему кушать, давали ему питье, хорошо к нему относились. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи ва салям, когда выходил на молитву, спрашивал у него, что ты у тебя есть, что ты хочешь мне сказать? Может, у тебя есть какое-то слово ко мне? На что он ему всегда отвечал, Он ему отвечал, если ты меня хочешь убить, то убей меня, проливая кровь. То есть такие даже неверующие были, то есть были во времена пророка Мухаммада, салаллаху алейхи ва салям, у них была храбрость. Если ты хочешь меня убить, то убей, пролей мою кровь. Но если ты простишь, то ты простишь благодарного человека. Попросишь у меня богатство, я тебе его дам. То есть хочет показать свой гылк на своем уровне. То есть я тебя простишь, я просто так не оставляю. Благодарю тебя. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, оставлял и дальше шел. И так постоянно. И потом в один день подошел к нему пророк Мухаммад, салаллаху алейхи ва салям, и спросил, что у тебя у тумама, что ты хочешь сказать? Тогда он ему ответил так же и сказал, хочешь ли ты богатство, хочешь ли ты имущество мое? Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи ва салям, и сказал, нет. Потом посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, развязал его и сказал, иди, ступай, я тебя освобождаю ради Аллаха. Ничего его не сделал, не притеснил, не ударил, не оскорбил. Иди, ты свободен. Ради Аллаха я тебя оставляю. Хараджа сумама минель Медина. После этого из Медины сумама вышел, покинул Медину, так как эти места, туда наджис не заходят, неверующие не заходят в это место. То есть места Мекка, Медина, это чистые места. После этого вышел из Медины сумама, из уважения к Медине, взял гусль, омовение полное, и зашел обратно в Медину. И в это время посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, своими сахабами сидел в мечети. И зашел в Сумама бин Утали и сказал, я Расуль Аллаха, о посланник Аллаха. Твое лицо было самое ненавистное из лиц для меня. Твоя религия самая нелюбимая религия для меня была. Твой город был самый тот город, который я не любил. Я свидетельствую, что нету божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что ты раб и посланник Аллаха. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, зашел в ислам. Принял ислам. Посредство чего? Через какой гылк? Через какой хулук? Через прощение. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, ступай, я тебя прощаю. София, зауча пророка Мухаммада, салаллаху алейхи ва салям, во время Умара бин Хаттаба в Ахде Умар, у ней была одна альджария, то есть помощница, которая работала у ней. И у ней что-то осталось из времен яхудов, из времен иудей, она возвеличивала в субботу. И потом София ее один раз спросила, почему ты так говоришь, почему ты возвеличиваешь этот день? Каль, это шайтан, на что она ответила, ведь ты приняла ислам, она говорила, шайтан меня попутал, как говорится, да, шайтан это мне сделал, на что София сказала, иди, я тебя отпускаю, ты теперь свободна ради Аллаха. Был такой великий человек, рахил, это такой очень был он известный, то, что он прощал всех, кто бы его не притеснял. К нему один раз пришел один человек и сказал, я ахнас, то есть с высокомерие подошел, о ахнас, если ты мне слово скажешь, я тебе десять в ответ скажу. Бывает иногда такое, да, среди мусульман тоже, если ты мужчина, скажи, если ты не мужчина, скажи, вот такие вещи с высокомерием. И на что Ахнас посмотрел на него и сказал, если клянусь Аллахом, ты мне десять слов скажешь, я тебе одного слова даже не отвечу. Хотя он мог это сделать. Абу Бакр, когда шел один раз, его начал один ругать. И Абу Бакр, не обращал на него внимания. И тогда он сказал, и я ка ани, чтобы он услышал, думая, что он не слышит, тебя я имею в виду. Абу Бакр, а дуаллаху ани, он сказал, ва минька уарит, из тебя же вышло. То есть вот эта грязь этих слов из тебя вышла, не из меня, ты мне сказал. Не знает, как он его захватил. Начал говорить, ва Аллахи ла асуббанна ка саббан ядхулу маа ка лкабра. Клянусь, я тебя так буду ругать, с тобой вместе в могилу зайдет. То есть даже после твоей смерти это будут люди о тебе говорить. Абу Бакр, а дуаллаху ани, он ответил, сказал, с тобой зайдут в могилу, не со мной. Ты мне ничем не навредишь своими словами. С тобой же они зайдут. Ты за это будешь отвечать. И не знает, ему что сказал. Если ты мне еще одно слово скажешь, Абу Бакру, сказал, я тебе десять в ответ скажу. Абу Бакр, а дуаллаху ани, он сказал, если ты мне десять слов скажешь, от меня одного слова в ответ не услышишь. Такой был ахляк, такой был гылк у сахабов, предван Аллаху алейхим. Поэтому, также из любимых дел перед Аллахом, это примирять людей между родителями, детьми, между родственниками, между друзьями, между братьями. Стараться. Даже пророк Мухаммад, салаллаху алейхима салям, сказал, врать, обманывать запрещено, кроме в трех случаях. Один из этих случаев, когда можно обмануть, чтобы примирить двух людей между собой. Например, кто-то говорит, пришел к нему, тот его начал ругать, да он такой плохой, он говорит, хорошо, реча Аллах, ма шалла, встречался с твоим братом, с которым вы тогда поругались, он тебя хвалил, он хорошо тебе говорит, иди, идем к нему. Потом от него идет хороший, наоборот, передай, чтобы примирить. В этом дозволено. Также был мужчина из ансаров, его звали, из жителей Медини, звали его Умран, у него была супруга. Между им, Умраном и его супругой, было разногласие. В семейных, как отношения бывает между мужем и женой, иногда взаимопонимание, разногласие. И дошло до того, что пришла семья и его супруги и забрала ее. Не будет наша дочь с тобой жить. И тогда он пришел к пророку Мухаммаду, салаллаху алейхима салям, это во время послания к Аллаху, салаллаху алейхима салям, пророк Мухаммад, салаллаху алейхима, услышал и хотел примирить между мужем и женой. Отправил сподвижников, сахабов, к той семье примирить ему же с женой. И она вернулась потом к своему мужу. То есть, Аллах, субхану и та'алла, говорит, Аллах после этого не спасал Ая. Если она ушла и покинула, то примирите их посредством справедливости. Поистине, Аллах любит справедливых людей. Также Всевышний сказал, Поистине верующие, они все братья. И примиряйте братьев. И бойтесь Аллаха. Может быть, Аллах, субхану и та'алла, проявит по отношению к вам свою милость. Теперь несколько хадисов, дабы было такое тажджиа, чтобы нас побудить, стараться прощать людей и побуждать других. Посланник Аллаха, саллаху и та'алла, сказал, Если человек двоих примирит между собой, это милостыно, садака. Человек может потратить миллионы долларов, Аллах может не принять. Человек может примирить с двух братьев между собой ради Аллаха. Это будет из великих дел, начавшихся благих дел в судный день. Но, однако, Всевышний Аллах, субхану и та'алла, говорит, Согласие лучше всего, примирение это лучше всего, но, однако, души полны скупости. Шейс ибн-ал-Кайс был один из иудей, яхудей. Во времена пророка Мухаммада, саллаху алейхи и ассалям, пришел к клану Аль-Аус и Аль-Хазрач. Аль-Аус и Аль-Хазрач – это два клана, которые всегда между собой воевали. Постоянно между собой воевали. Когда приняли ислам, Аль-Аус и Аль-Хазрач зашли в ислам, стали братьями. Аллах в Коране говорит, По милости его вы стали братьями. Бывают такие люди, как Аллаху Алиму, у них вроде он как человек, но, однако, внутри у него как дьявол, как шейтан. То есть видит, когда братья хорошо живут, он завидует, хочет между ними разлучить, ходит бин-намима, передает от одного другому плохое что-то. Пророк Мухаммад, саллаху алей-саляму, когда проходил между могил и сказал, эти двое сейчас наказываются в могиле. Один из них не очищался от нечистоты, а второй ходил к кенеям ши бин-намима, передавал слухи, то есть плохо, чтобы разругать. И вот такой был шиз бин-кайс, яхуди. Пришел среди сподвижников и начал, обратился к Аусу Аль-Хазрач и напомнил им о битве Буаз, когда сильная битва была между этими двумя кланами, Аусу Аль-Хазрачам. И они вот-вот уже хотели заново начать войну. Тогда, саллаху алей-саляму, поспешил к ним и сказал, Аби да'ва л-джахилия, ва ана бейна адхурикум. Аби да'ва л-джахилия, ва ана бейна адхурикум. По джахилийскому пути вы пошли, я же среди вас. По пути невежества вы пошли, я же среди вас. И прочитал им ая. Вместе держитесь за ветвь Аллаха, за религию Аллаха, за Кур'ан, за сунну. Вместе держитесь. Вспомните, вы были врагами друг к другу. Ну, приняли ислам. По милости Аллаха стали вы братьями. Вам один шаг оставался. И вы бы, если бы война началась, битва началась, порок Мухаммад, саллаху алей-саляму, сказал, Аль-катил, аль-мактюль, финнар. Тот, кто убил и кого убили, они оба в аду. Два мусульмана, если с собой начали воевать, тот, кого убили и кто его убил, они оба в аду. Тогда сахабы спросили, Тот, кого убили, ясно. Кто убил, ясно. Но кого убили, почему? Потому что он не остановил эту битву. Он тоже начал воевать. Если бы не он его, то он бы его убил. Вам один шаг оставался попасть в ад. Аллах вас вытащил оттуда. Аллах, субханава та'аля, также описывает верующих и говорит, Это те верующие, которые отдаляются от больших грехов, от фалахиш, от непристойных поступков. И когда они гневаются, то есть вот когда гнев только зашел, чтобы отомстить, он прощает. Сдерживает свой гнев и прощает. У нас уже времени мало осталось. Тоже в одном длинном аяте, в суре Тащура, тридцать девятый и сорок третий аят. Тридцать девятый и сорок третий аят. Здесь Севышний Аллах, субханава та'аля, прочитаете дома. Но здесь Севышний Аллах, субханава та'аля, говорит то, что когда человека притесняют смысл этих аятов, и он может дать отпор. За то, что его притеснили, он может отомстить, может такой же дать отпор. Как ему навредили, так же и ответить он может. Но однако, если он простит, исправится, то награда у Аллаха. То есть это лучше, это ближе к богвоязненности. И также Всевышний в этих аятах говорит, тот, кого притеснили, нельзя его останавливать, чтобы он не отомстил, чтобы он не ответил. Но однако, кого нужно останавливать? Те, которые распространяют нечесть на земле. Те, которые... посягают на честь, на имущество другого человека, вот его нужно останавливать, говорит Всевышний Аллах. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к Укба ибн Амиру Аль-Джухани и сказал... Укба ибн Амир Аль-Джухани и сказал... Которую человек может в этой жизни обрести и получит награду вечности. Сказал следующие вещи. Поддерживай отношения с тем, кто разорвал с тобой отношения. То есть, бывают родственники, кто-то не хочет с кем-то общаться, ты все равно поддерживай, даже если они не хотят общаться. Кто с тобой порвал отношения, с ним ты поддерживай. Давай тому, кто тебе не дает. То есть, бывает, человек попросил у кого-то, что тот ему не дал, потом он к нему обратился, ты ему не отказывай, ты ему дай. И прощай того, кто притеснил тебя. Вот эти три качества самые великие перед Аллахом. Хотим мы быть великими перед Аллахом, вот эти три качества. С тобой человек обрубил отношения, ты не обрубай, ты продолжай с ним общаться. Тебе кто-то в чем-то отказал, ты ему не отказывай, когда он обратится. И кто тебя притеснил, прости его. Абдуллах ибн Амр ибн Аас, рад Аллаху, аня Наби, саллаллаху алейхин, калю, ахуа аляль Мимбар. Абдуллах ибн Амр ибн Аас передал то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обращился к сахабам, когда встал на Мимбар, когда встал на вот эту кафедру и сказал, проявляйте милость, и Аллах к вам, по отношению к вам, тогда тоже проявит милость. И прощайте, и тогда Аллах простит вас. Поэтому человек, если он не проявляет милость и просит у Аллаха, прояви ко мне милость, и не видит это, не чувствует, тогда ему что, как ты хочешь, чтобы Аллах проявил к тебе милость, когда ты сам проявляешь жесткость. Пророк, проявляйте милость, Аллах вам проявит, прощайте, и Аллах, субхану алейхи вассалям, простит вас. То есть, если человека притеснили, и он, рази Аллаха, субхану ате'алья, прощает, то Аллах, субхану ате'алья, даст ему победу. когда описывал ахляк пророка Мухаммада на что он сказал он не жесткий его сердце не жестко Всевышний Аллах сказал по милости Аллаха твое сердце было мягкое по отношению к ним по отношению к тем кто тебя притеснил кто с тобой воевал кто тебе навредил ты мягкий был если бы ты был жестким твое сердце было бы жестким по отношению к ним они бы все от тебя отвернулись у пророка Мухаммада не была цель отомстить у пророка пророка сломали зуб пророка разбили голову кровь потекла у него не была цель в этой жизни чтобы отомстить чтобы за свою честь постоять за свою именно личную а что у него было выше этого чтобы слово Аллаха было превыше всего на что он его описывал Аллах говорит если ты был бы жестким они бы все бы от тебя отвернулись и тогда он описывал сказал он не жесткий не злой и он когда идет на рынок он себя не ведет то есть как бывает когда идет на рынок и там пропустите меня дайте мне торгуется этого не пропускает то есть себя таким образом не ведет на рынках спокойно то что ему досталось то купил то что ему не досталось его брата ушло на зло злом не отвечает однако он прощает и примиряется сказал Аллах да Аллах чтобы Всевышний Аллах принял от нас сделал наши нравственность на великом уровне чтобы мы были приближены Аллах мужество уважаемые братья это не тогда когда ты можешь ответить человеку и ударить его если он тебя ударил или что-то там навредить ему есть у человека на это право есть у человека если человека притеснили если у человека в чем-то притеснили у него есть право так же ответить но однако высшая степень это ближе к богобоязненности это простить вот это и есть мужество человека когда он может когда он может отомстить когда он может ответить Но он ради Аллаха прощает. У него цель другая. У него выше цель, чем эта. Дай Аллах, чтобы мы все были из таких людей. Или хотя бы чуть-чуть похожими.